Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squat. Сегодня у нас достаточно необычный обзор. Помните, несколько лет назад мы с вами беседовали про специальные носки для скейтеров? И тогда еще в комментариях разразились такие споры, типа вот люди уже не знают, на чем делать деньги, какие еще и носки для скейтеров, я об обычных катаюсь, и все в порядке. И вы знаете, я бы с одной стороны, может быть, с этим и согласился, но с другой стороны, мой бессменный оператор сказал, что у него вот одни такие носки для скейта есть, и он был безумно доволен, он сказал, что они очень классно, ну реально там способствуют кровообращению, и более того, они достаточно долго держатся. В общем, действительно, очень хорошие носки оказались. И тут вот мы задаемся вопросом, нужны ли все вот эти вот маленькие такие дополнительные мелочи, которые в различных скейт-шопах предлагают. Ну вот как бы носки для скейта я верю, что если там дополнительные какие-то средства у тебя есть, имеет смысл действительно выбрать такие, если ты серьезно занимаешься скейтбордическим катанием, как я его называю. И сегодня поговорим о похожей истории, сегодня поговорим о специальных стельках для скейтбординга, разберемся, нужны ли они только для скейта или для чего-то еще, и вообще немножко поговорим про компанию Remind in Souls, о которой сегодня будем рассказывать. Ну, начнем с такого экскурса. Компания эта на рынке присутствует уже 12 лет. Интересна она тем, что она делает не просто новые стельки, которые там отличаются по определенным фичам, про них мы более подробно расскажем, но она делает их и еще более красивыми. Скажем так, у истоков компании и одним из людей, который для этих стелек придумывал рисунки, был Джим Филлипс, человек культовый для всей скейт, серф и немножко музыкальной рок-индустрии, иллюстратор, ну многие даже говорят, что если оставлять одного иллюстратора от скейта, то нужно оставлять господина Филлипса. Вот, и это уже отличает выгодно эти стельки от всего. Но больше, чем просто рисунки, это, конечно, то, что это стельки, которые можно назвать сделанные скейтерами для скейтеров. У них есть собственная команда, причем команда достаточно с громкими именами. Даже я, человек, в принципе, с скейтбордингом не так уж сильно на «ты», знаком с такими людьми, как господин Коул, который там катается, или Сандавал. Известные имена, они постоянно пополняются. Есть некоторые люди, которые уже больше 10 лет за эту команду катают, и все очень сильно эти стельки хвалят. То есть в тех видео, которые выпускают скейтеры, они обычно говорят, что мало того, что в них действительно удобно, в них действительно безопасно, но, кроме того, еще они и, первое, продляют жизнь вашим кроссовкам, и, второе, они действительно очень удобные, и очень часто так бывает, что кроссовки ты уже полностью разорвал, скатал в ноль, но стельки ты вынимаешь и перекладываешь в новые кеды. Почему это так получилось? Попробуем разобраться как раз с теми моделями, которые присутствуют в ассортименте магазина «Сквот». Начнем, наверное, с самой простой модели с ценником в 1900 рублей. С одной стороны, да, уже, кажется, за какие-то стельки 1900 рублей. Зачем? Ну, с одной стороны, может быть, да, если вы там человек бережливый, может быть, сначала и не хочется эти деньги тратить, а с другой стороны, если подумать, вполне вероятно, что это окажется, ну, некой даже инвестицией. Посмотрим как раз эти самые простые стельки, которые у нас есть. Дальше будет дороже и круче. Стельки не самые толстые, как мы их вот здесь вот видим. Люблю, да, вот эти стельки показывать. То есть, наверное, амортизация здесь не самая сильная. Но на коробке у нас здесь очень много описаний. Описаний как технологий, которые есть в этих стельках, так и кто их там рекомендует, и для чего они. Ну, здесь у нас есть две составляющие. Первый – это верхний антибактериальный слой. И правда, во всей рекламе, во всех рекламных заявлениях говорят, что эти стельки, они действительно имеют специальную пропитку. Ноги у вас вонять не будут, не побоюсь этого слова. Ноги все время будут пахнуть хорошо, и никаких бактерий там вредных, вот этих вот гниющих у вас не заведется, если вы эти стельки употребляете. И второй слой, слой Blue Magic. Это один из вариантов как раз такого слоя, который обеспечивает неплохую амортизацию. Ну, соответственно, как бы, если вы катаете, там, только начинаете, не делаете там каких-то сильных трюков, или там ходите каждый день, я думаю, что эти стельки вам очень сильно подойдут. Плюс здесь вот есть такое еще замечание, что они рекомендованы докторами и подиэтрист. Ну, это то, что, наверное, у нас подологами называются, доктора, которые занимаются как раз всеми вот этими подошвами, проблемами стопы. Вот. И плюс жирная такая наклейка, что, используя эти стельки, вы себе выпрямляете ногу. То есть вы будете стопу прямо ставить, и никакого там искривления, плоскостопия у вас не будет. Вот такие вот скромные, но, с другой стороны, полезные и хорошие результаты за 2000 рублей. Ну, рисунок здесь тоже такой более-менее стандартный. Посмотрим к более дорогим вариантам, что у нас там есть. Так, следующие у нас кеды. Они уже идут у нас из серии Impact, которая у нас считается самой такой продвинутой серией для тех, кто выполняет трюки, которые связаны там с высокими прыжками. Стоят они уже подороже, 3700 рублей. И посмотрим у них более подробно. А, кстати, размеры здесь у нас идут на два размера. То есть сразу на, например, 7 и 7,5. Что тоже их выгодно отличает от многих других стелек, которые обычно идут там на 4-5 размеров. Вот, и все это, конечно, отражается на том, насколько они функциональны. Здесь все-таки, когда разделение всего на полразмера, ты их можешь аккуратненько так сверху подрезать. Есть, кстати, замечательный ролик с сандовалом, где он в образе Эдварда руки-ножницы подрезает эти стельки. Очень прикольное видео. Вот, и пятка остается неизменной. Потому что здесь как раз пятка-то очень важна. Здесь тоже, как и в предыдущей модели у нас, она отвечает за то, чтобы ножка у нас была поставлена. Правильно. Здесь у нас технологии уже чуть побольше. Здесь три слоя. Первый верхний антибактериальный. Нижний слой у нас Supreme Cushion, Custom Forming. Вот, кстати, тоже очень интересный момент. Custom Forming тоже классная технология, которая отвечает за то, чтобы у тебя стелька, она принимала форму именно твоей стопы. Кстати, тоже пока еще в летней коллекции у нас их нет, но, надеюсь, в зимней коллекции будут. Это стельки тоже от фирмы Rewind, которые можно нагревать специальным образом до температуры 60 градусов по Цельсию в течение двух минут. Затем засовывать свои сноубордические ботинки, в них встать, и они тоже полностью примут, будут повторять анатомически все изгибы ровно твоей ноги, что, мне кажется, очень-очень удобно и очень важно. Вот. Здесь можно без всякого нагревания с помощью вот этой технологии Custom Forming носить эти стельки, и действительно они будут под твою ногу слегка изменяться. Следующая технология – это технология Impact, как раз самая такая вот жирная технология, в том плане, что она очень и очень классно гасит все удары. То есть, в принципе, даже если посмотреть рекламные видео от Rewind, там есть моменты, где шар для боулинга кидают на эти стельки, и вот в одном случае, когда стельки там конкурентов, и под этими стельками бетонная плита, она крошится. Когда кидают на стельки, ну, не крошится, ломается даже. Когда кидают на вот эти стельки, то удар полностью гасится, и плита остается нормальной. Но здесь, понятное дело, что мы-то намного более хрупкие, чем какие-то бетонные стенки, поэтому всем, кто надо беречь. Кстати, тоже такой вопрос. А много у вас было травм, связанным не с того, что вы упали, выполняя какие-то трюки на скейте, а именно из-за того, что много прыгали, и не знаю, может там что-то с позвоночником, или как-то там еще какие-то моменты. Мне кажется, очень важная история. Ну, и вот эти вот стельки за 3700 с этой технологией Impact, как раз они, я думаю, решат вот эту очень важную проблему. Тоже достанем их, посмотрим, как они выглядят. Как и предыдущая модель, она на два у нас размера заточена. Вот такая интересная картинка Томми Сандавала, про которую я говорил. Ну да, здесь уже посерьезнее видно, что вот такой вот материал, вот такой вот изгиб, как раз для того, чтобы не было плоскостопия. Очень хорошие, интересные стельки, которые, я думаю, что пригодятся всем, кто хочет следить за своим здоровьем, и не получать излишней, ненужной травмы во время своих любимых трюков. А спонсор нашего выпуска компания Село Зеленое. Село Зеленое у нас в вашей яйце. Вот. Решили повторить то, что было в видео про кеды, про стельки. Так как мы не совсем доверяем тому, что в этих интернетах что-то там снимают, решили сначала такой вот пакетик сверху положить на стельки. Ну и с расстояния, давайте вот с такого вот попробую его кинуть и посмотреть, разобьется яйцо или нет. Сырое, да. Потом мы его кинем на пол, и вы увидите, что оно сырое. Ребята из магазина нас оценят. Ну видно было, да, что оно как бы... Что оно пол уже разбило, да. Так, ну кидаю просто, чтобы показать, что яйцо мы не разбитое вкрутое, а действительно сырое брали. Еще одни стельки из той же ценовой категории за 3700 рублей. В этот раз уже без технологии импакт, соответственно, для людей, которые более такой спокойный стиль катания приветствуют. Но здесь у нас есть другие технологии. тоже первое антибактериальное покрытие. Дальше у нас идет первый слой покрытия с амортизацией. Дальше показывает, что у нас они легковесные и очень-очень сильно амортизирующие. И плюс с хорошей выносливостью. И самый нижний слой Blue Magic тоже, который у нас отвечает за то, чтобы гасить все удары, за то, чтобы тоже у нас во время эксплуатации стопа не изгиналась и все правильно было. Так, есть ли у нас здесь кашунинг, то есть то, что они у нас подстраиваются под тебя. Нет, в этой модели этого нету. Решили, наверное, что в принципе можно и обойтись. Ну, с другой стороны, да, кто-то считает, что это клево, когда у тебя действительно стелька четко под тебя формуется, кто-то считает, что может быть это уже излишнее. О, здесь уже, смотрите, у нас стельчики с таким достаточно серьезным, серьезной историей. То есть прямо вот с такой вот жесткой вставкой, с амортизацией в середине. Мне сразу вот вспоминаются все вот эти вот высокотехнологичные беговые и прочие красотки, которые сейчас появляются. У них во многих тоже какие-то специальные такие есть вставки в кроссовках. Ну, а здесь ваши самые простые кеды для скейтбордического катания вы тоже можете вставить и получить. Очень такой вот милый рисунок, немножечко демонический. Мне кажется, по стилю, кстати, он на рисунок господина Джима Филлипса похож. Наверное, это его рисунок и есть. И даже есть три линии, по которым эти стельки можно обрезать. Если вы берете их чуть на размер побольше, чуть на размер поменьше. Вот. Еще одна тоже модель. Тоже рекомендована докторами и подологами. Дальше переходим уже к следующим более дорогим, наверное, самым дорогим на сегодняшний день моделям. Моделям за 4700 рублей. Первая модель у нас тоже серии Impact для серьезных ударов. Здесь есть все то же самое, про что мы говорили. Антибактериальное покрытие, потом у нас слой вот этого технологии Impact. Дальше у нас слой, который формуется именно под твою ногу эти стельки. Еще один слой, отвечающий за долгосрочное использование. Соответственно, с огромной вероятностью переживут они, если вы активно катаете, может быть, две, а может быть, и больше пар кроссовок. Ну и еще одна по амортизации история. Еще один слой есть. по цветам. Цвета тоже яркие, интересные. Вот. С таким вот опять автомобильным рисунком. Видим, в последнем коллекции история с автомобилями связана. Мы не знаем, может быть, любые автомобили скейтеров, может быть, там, эти автомобили, которые им нравятся. Жесткая конструкция внутри. Конструкция такая есть. Амортизация в пятке такая прям очень-очень серьезная. И тоже возможность прям по линиям их отрезать так, как тебе будет подходить под твой размер. Идут они тоже сразу здесь на два размера. 9-9,5 по US. Поэтому, когда выбираете себе обувь, сразу можете посмотреть, чтобы вам под размер и кеды подходили. И, наконец, последняя у нас серия, которая, причем, называется медицинская. Тоже рекомендуемые естественно докторами. И здесь у нас технологии, ну, в принципе, похожие на те, что были в предыдущем. Это антибактериальная, это у нас долгое по использованию, очень хорошая амортизация, очень хорошее погашение всех ударов. Плюс еще для активного использования, ну, то есть, там, для катания, для хождения, не знаю, может быть, даже для бега. Вот такие вот тоже интересные кеды. тоже они за 4700 рублей, со всеми теми фичами, о которых я рассказывал раньше. Посмотрим, как у этих ребят с... Ух, они даже прям... Да, это прям, смотри. Ну, здесь видно, да, что здесь это больше не на удар рассчитано, как вот в предыдущих моделях, где пятка была, а здесь прям, чтобы они держали стопу по всей длине. Как раз, чтобы не было плоскостопия, чтобы все было хорошо. Жалко, у нас в штате нет собственных докторов-подологов, которые могли бы прокомментировать эти кеды, но я думаю, что если вы зайдете в какие-то медицинские магазины, вполне вероятно, что медицинские модели будут похожи с характеристиками, может быть, там, единственное, что не под такие серьезные удары заточены, а здесь они заточены еще и под действительно жесткое использование в скейтбординге, который является правда травмоопасным таким стилем видом спорта и видом спорта, где очень-очень важно, какие у тебя все-таки, какая у тебя защита на ногах. И мы здесь поговорим не только про какие-то там, я не знаю, щитки, наколенники, но и вот такие вот интересные моменты. Ну, мое мнение такое, при всем том, что я человек, который очень с большой неохоткой тратится на какие-то дополнительные элементы для кроссовок, мне кажется, имеет смысл попробовать испытать что-то такое. Опять же, если ты катаешься серьезно на скейтбординге, если ты выполняешь какие-то трюки, вполне вероятно, что стоит отнестись достаточно серьезно. Понятное дело, что когда мы все очень молодые и немножко такие панки и нигилисты в душе, хочется заниматься саморазрушением, но с другой стороны есть такая вот поговорка, да, что с одной стороны я бунтарь, поэтому ношу доктор Мартинс, но с другой стороны мне уже 40, поэтому с ортопедическими стельками. Ну, вот здесь тоже есть такая возможность, не совсем ортопедические, но такие тоже немножко панковские, в то же время полезные для твоего здоровья стельки поносить. Такой вот обзор, такого интересного аксессуара, напишите ваше мнение, я абсолютно согласен, если вы там в комментариях будете говорить, что все это фигня, ничего это не нужно, выкачать из нас лишние деньги, но с другой стороны было бы правда интересно услышать и были ли истории, когда может быть вы уже используете эти или подобные стельки и считаете, что это правда очень нужная вещь, может быть похвастаетесь или наоборот с горестью опишите ваши травмы, которые у вас от скейтбординга остались или есть или будут. С вами был Дмитрий Егоров, благодарю вас за внимание, катайтесь на скейтбордическом катании и заходите в магазин Squat, здесь есть стельки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok